Дорогие друзья, отложите свои габрики, отвернитесь от своих компьютеров. Приготовьте ножницы, клей и бумагу. Потому что начинаются бумажные приключения! В одной довольно бумажной местности жили лось по имени Аристотель и дятел по имени Тюк-Тюк. Однажды друзья собрались на утреннюю рыбалку и поэтому решили лечь спать пораньше, чтобы хорошенько выспаться. Но не успел Тюк заснуть, как в его комнате стало светло. Ари, выключи свет, я же сплю. Ари, Ари, эй, что происходит? Аристотель тоже проснулся. Будильник показывает ночь, а на улице светло, как днем. Ничего не понимаю. Друг мой, все ясно, как день, то есть ясно, как ночь. Сегодня полнолуние и луна светит ярче, чем обычно. Это лунный свет, Тюк. Ари, я не могу заснуть, когда светло. Боюсь, у нас нет выбора. Попробуй считать бумажных овец. Овец? А можно считать бумажных дятлов? Конечно, Тюк, можно и дятлов. Друзья вернулись в свои кровати и принялись считать бумажных дятлов. Один, два, три. Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Сто семьдесят пять, сто семьдесят шесть. Но уснуть, друзья, так и не смогли. На три тысячи пятьдесят втором дятле наступило утро. Из-за этого полнолуния я совершенно не выспался. Ничего, друг мой. Сейчас мы выпьем по чашечке горячего чая и будем... Но выпить горячего чая друзьям так и не удалось. Когда они проснулись, чай уже давно остыл. Пришлось отправляться на рыбалку без завтрака. Интересно, сколько продлится эта полнолуния? Еще несколько ночей. Несколько ночей? Это не бумажно. Клюет, Арик, клюет. Смотри, какая огромная. Но с рыбой у друзей в тот день как-то не задалось. Аристотель и Тюк-Тюк вернулись домой с пустыми руками. Из-за этого полнолуния я остался и без завтрака, и без обеда. Тише, друг мой. Матч вот-вот начнется. А надо сказать, в тот день по телевизору показывали финальный матч по бумажному хоккей. Судья объявил начало игры. Любимая команда Тюка и Ари тут же перешла в нападение. Опасный момент. И шайба в воротах противника. Какой удар! Болельщики ликуют. Тюк и Ари проснулись как раз к концу трансляции. Это была лучшая игра сезона. Объявил комментатор и попрощался с телезрителем. Мы все пропустили. Из-за этой луны я опять не смогу уснуть. Нет, я сейчас завою. Не надо. Попробуем бумажно подумать. Ари достал свой контрабас. С бумажной музыкой в голову всегда приходят бумажные мысли. Придумал. Нам нужен абажур. Абажур? Да, Тюк. Мы сделаем абажур для луны. Ура! Как бумажно придумано! Возьмите лист цветной бумаги, простой карандаш и канцелярскую кнопку. Нарисуйте на бумаге цветы, бабочек или другие узоры. Вот так. Теперь канцелярской кнопкой сделайте по линии рисунка много маленьких дырочек. Очень хорошо! Сверните лист бумаги трубочкой и склейте. Замечательно! Ваш абажур готов! Тюк-тюк тут же полетел надевать на луну абажур. Получилось очень красиво. И главное темно, как и должно быть ночью. Тюк и Ари отправились спать. И через пару секунд оба уже смотрели самые бумажные сны. Вот так бумажно закончилась эта история. До новых бумажных встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова